Краткое содержание сказки Огнива Ханса Кристиана Андерсена. Если в двух словах, то Огнива это сказка об отважном везучем солдате, которому удалось обмануть страшную ведьму, стать королем и жениться на красивой принцессе. А теперь немного подробнее. Шел по дороге солдат, а навстречу ему шла старая и очень страшная ведьма. Она попросила солдата залезть в дупло и вытащить старое огниво. За эту услугу старуха обещала дать щедрую награду. Солдат согласился и залез глубоко в дупло, внутри которого оказался подземный ход. Увидел солдат дверь, открыл ее, а в комнате на сундуке с медными монетами сидела огромная собака, с глазами словно чайные блюдца. По совету ведьмы, поставил солдат ее на передник, и та его не тронула. Во второй комнате на сундуке с серебром сидела собака с глазами размером смельничные колеса. Солдат также поставил собаку на ведьмин передник и беспрепятственно прошел дальше. В третьей комнате на сундуке с золотом сидел огромный пес, с глазами, что высокая башня. Солдат забрал огниво, набрал столько золота, сколько мог унести. Он выбрался на поверхность, отрубил ведьме голову и направился в город. Солдат устроился на постоялом дворе и принялся вести роскошную жизнь. Но деньги быстро закончились, друзья разбежались, и солдат вновь остался без денег. В одиночестве. Когда он чиркнул огнивом, чтобы зажечь свечку, то неожиданно перед ним появилась волшебная собака. Солдат попросил у нее мешок денег, и она тут же исполнила его пожелания. Солдат сразу понял, в чем сила огнива, и вновь зажил на широкую ногу. Но захотелось солдату большего. Он приказал собаке принести ему принцессу. Поцеловав спящую девушку, он велел собаке отнести ее обратно во дворец. Так продолжалось несколько ночей, пока король с королевой не заметили исчезновения дочери. Они приставили к принцессе фрейлину, и та отметила крестом дом, в котором жил солдат. Собака это увидела и поставила кресты на всех домах. Тогда королева дала принцессе мешочек с гречкой, в котором проделала маленькую дырочку. Гречка просыпалась, указав дорогу к дому солдата. По приказу короля его тут же схватили и отправили на плаху. Перед смертью солдат попросил исполнить последнее желание – покурить. Он трижды чиркал огнивым, и сию же секунду появились три огромные собаки. Они принялись подбрасывать людей высоко вверх, и те падали на землю, разбиваясь насмерть. Та же участь постигла короля и королеву. Тогда принялся простой народ просить солдата пожалеть их и стать королем. Солдат согласился и сразу же женился на принцессе. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.